Приветствую вас, и момент, который, на мой взгляд, раскрывает вашу ситуацию, заключается в двух аспектах. Первое, то, что вы, разойдясь со своим мужем и живя, по сути, отдельно, и имея неразрешенные проблемы, встречаетесь раз в неделю для секса. И второй момент, это то, что вам плохо без него, и с ним вам тоже плохо. Вот эти два момента свидетельствуют о наличии у вас эмоциональной зависимости от человека, от мужчины. И, соответственно, можно говорить, что развод вам проблему зависимости решить ни в коем случае не поможет. Потому что, ну, вы, условно говоря, разведетесь, вы можете, конечно же, это сделать, вы можете развестись, но что будет дальше? То есть, вот, что будет после развода. То есть, после развода ваша проблема, например, с восприятием себя и тем, что вам без человека, который ведёт себя по отношению к вам оскорбительно и унизительно плохо. Как это изменит, как развод изменит вашу самооценку, как развод повысит, ну, ваше самоуважение к себе и так далее. То есть, как это всё произойдёт? Никак. Поэтому, развод – это не решение ваших проблем. Наоборот, с точки зрения психологии, есть вариант, есть вариант, есть возможность гармонизировать ваши отношения. Вот. Гармонизировать ваши отношения с мужем так, чтобы, вероятно, не разрывая их, всё-таки постараться их сохранить, ну, при условии наличия у вас, у обоих чувств друг к другу. Вот. Хотя, конечно, это нужно более подробно разбирать, чтобы ответить на вопрос, есть ли такая возможность для вас, например, для вашей пары или нет. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо проанализировать то, как вы взаимодействуете друг с другом, что между вами общего и можете ли вы поддерживать конструктивные и качественные отношения. Потому что, если нет, то тогда и смысла нет что-либо делать, если вы друг другу, ну, к примеру, друг другу, ну, если вы друг другу не подходите, к примеру. Вот. Такой вот момент мне хочется отметить. Развод это по факту просто побег, получается, побег от какой-то вот проблематики, да, это побег от ситуации, да, но это ни в коем случае не решение. Кстати, если вы хотите, чтобы вы и ваш, к примеру, ребёнок были счастливы, то вам нужно всё-таки с проблемой именно работать, а не пытаться избежать, как это вы делаете сейчас. Вот. Страх одиночества, неуверенность в себе, заниженная, может быть, самооценка. Вот. Это то, что можно назвать такими вот глубинными, глубинными проблемами вашей личности. Вот. Естественно, это не истинный последний станции, это ни в коем случае не директива. Вот. Но это вполне возможный вариант развития событий. Вот. Которые, ну, тех событий, которые, вот, вы описываете, вы описываете о своём тексте. Вот. И я ни в коем случае не хочу вас не в чём обвинять. Вот. Ни в коем случае. Вот. Ну, мне думается, что присмотреться к причинам, по которым у вас сложились такие отношения с мужем. Ну, мне думается, мне думается, что как минимум стоит это сделать. Вот. Дальше уже можно будет говорить о том, куда бы вы могли двигаться дальше, и что бы вы могли делать. Вот. Но пока что, ситуация для меня, кстати, пока выглядит вот такой, примерно. Вот. Что касается отношений с мужем, то очень похоже, что человек вас просто использует. Очень похоже на это. Я не уверен, что это так. Вот. Но очень похоже на то, что человек вас просто использует. Вот. И, опять же, очень важно понимать, очень важно понимать, почему это стало возможным. То есть, почему стало возможным то, что он может вас использовать. Почему вот, как я уже сказал, вы встречаетесь там, ради секса, для секса раз в неделю. Например, на то, что вы растали. А почему вам плохо без него, хотя человек вас ограничивает. Вот. И, ну, совершенно очевидно, что делает вас, будет делать вас более свободны, да. Ну, вот. То есть, мне кажется, что вот этот, ну, эти моменты, их нужно обязательно как-то раскрыть. Вот. Чтобы, ну, чтобы лучше, ну, чтобы лучше понимать, чтобы лучше понимать, что вот, конкретно с вами происходит. Как бы проблема может быть, может заключаться еще и в том, что у вас нет своих целей в жизни. То есть, то есть, вот, если вам ничего по жизни не интересно, если вам особо по жизни ничего не нужно. А, вот, если вас ничего не интересует, а, по жизни, а, вот, то это тоже может быть, а, такой вот проблемой. Ну, потому что, если вас ничего не интересует, то, а, вся, вся энергия, вся энергия направ, направляется исключительно на взаимоотношения. Ну, с мужчинами, например. Вот. Понимаете? То есть, это такая история тоже, которая вам ничего хорошего не даст. В принципе, в принципе. Вот. Ну, примерно так. Я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вы сделали для себя какой-то вывод. Я надеюсь, что вы не будете решать проблему через развод. Обязательный, по крайней мере, развод. Вот. А. Все-таки. Ну, все-таки рассмотрите вариант гармонизации. Гармонизация отношений. Ну, вот. И, соответственно, разберетесь. Себе и, вот, уже, уже, после, после, после того, да, как, в себе разберетесь, уже можно будет говорить о том, что вам, что вам делать дальше. А то получается, что муж вас виноват, да? А вы сами на себя ответственность не берете за то, что происходит. А, ну, 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 вот. Вашей жизни. Хотя именно вы, а, в первую очередь, за нее ответственны за свою жизнь. И за ребенка, которые, ну, по факту, которые зависят целиком и полностью от вас. и многоправо вся эта ситуация, она так или иначе влияет. Вот. И я это говорю совершенно не с той целью, чтобы, ну, чтобы нас как-то задеть, задеть или унивить или что-то ещё. Я это говорю с целью, чтобы вы смогли увидеть, чтобы вы смогли увидеть, что, вот, что, ну, что действительно важно. Вот. И я очень надеюсь, что, вот, мой ответ, ответы коллег, да, они помогут вам в этом разобраться и вы сможете увидеть за себя, что действительно важно в этой, ну, в этой истории, в этой ситуации. Вот. На этом всё. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится. Спасибо. Спасибо. Удачи! Экзер Продолжение следует...